Депутаты окружного собрания обратились к председателю правительства Российской Федерации Михаилу Мишустину с просьбой включить регион в перечень субъектов по софинансированию расходных обязательств на выплаты семьям с детьми, возникшей при рождении третьего и последующих детей. Проект обращения был согласован в ходе заседания постоянной комиссии по экономической политике и бюджету, которая состоялась сегодня в режиме ВКС. Всего в повестке дня значилось три вопроса. Один из главных – выделение финансовой помощи за счет средств окружного бюджета на погашение кредиторской задолженностью трем муниципальным учреждениям – животноводческим комплексом сел Великовисочное, Пёше и Омы. Все прилагаемые передачи предприятия находятся в сложном финансовом положении и имеют отрицательный финансовый результат. Большая степениторская задолженность имеется в ВНКП Великовисочный животноводческий комплекс. В ВНКП Великовисочный животноводческий комплекс на счета предприятия наложен нарез на 31 января 2020 года. Суммарный долг всех трех предприятий составляет порядка 40 миллионов рублей. Одно из предложений – разбить долг на счастье и погасить. Часть долг, как Олег Евгеньевич говорит, у расстройки мы постепенно платим опору, ликвидирует их часть долга, заполярный район включается. Потому что там очень много предприятий самого заполярного района, включая тот же, так сказать, те, кто электроэнергию постановляет. И у всех есть дебиторская задолженность в ВНКП, тоже надо убивать деньги, они, может, небольшие, но в своем масштабе они есть, у кого-то полтора, у кого-то два миллиона. Поэтому такая совместная работа. Депутаты сошлись во мнении, что на предприятиях необходимо сохранить рабочие места, поэтому важно поддержать их функционирование. Еще один вопрос – внесение изменений в бюджет 2020 года. Изменения касаются предоставления права органам государственной власти и учреждениям при заключении договоров о поставке товаров и услуг за счет средств окружного бюджета предусматривать авансирование в размере до 100% от суммы договора. Это решение было принято на фоне борьбы с предотвращением коронавирусной инфекции. Значит, необходимость ввесения изменений была обусловлена необходимостью срочного реагирования на изменившуюся экономическую ситуацию в связи с коронавирусом. В связи с обращением департамента здравоохранения, трудоохранительной защиты нескольких округов, набережь департамента финансов в целях недопущения дефицита товаров, используемых для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19. Руководитель департамента здравоохранения Сергей Свиридов пояснил, что речь идет о средствах защиты и препаратах, приобретаемых для нужд медицинских учреждений Ненецкого округа. Департамент здравоохранения защиты – это очки, операторы, махимы высокие, костюмы типа «Сайвик», это лекарственные препараты, которые по схеме идут. Изменение основных параметров окружного бюджета и объемов бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств, предоставленным законопроектом, не предусматривается. Также в ходе комиссии депутаты согласовали обращение к председателю правительства Михаилу Мишустину. Такая необходимость возникла в связи с тем, что Ненецкий округ не попал в число регионов, которым положено софинансирование расходов на предоставление ежемесячной выплаты на третьего и последующих детей до достижения ребенком трех лет. В нашем округе сумма на следующий год составляет 138 миллионов. В связи с тем, что там установлен критерий рождаемости, а критерий рождаемости должен составлять не более двух, а у нас коэффициент рождаемости в прошлом году составил 2,77, в 2019 году 2,2, а в этом году где-то более двух, поэтому не получаем средств бюджета. В связи со сложной экономической ситуацией депутаты приняли решение обратиться к председателю правительства, чтобы региону была выделена субсидия. Она составит примерно 85 миллионов рублей и станет существенной поддержкой. Ольга Руслова, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север».